Всем привет! Вы на канале Верхширский Триер Боня. Мы едем в Астрахань. И Боня так боится, что мы уедем без нее, что вот на лестницу выскочила и обратно ее уже не затащить. До этого она сидела в переноске. На машине в Астрахань мы уже ездили и летали на самолете. Я не знаю, что нам больше понравилось. На самолете тоже с Боней туда летали. Но в этот раз папа сказал, что он на самолете не полетит из-за эпидемии. Но наши друзья туда все равно завтра полетят на самолете, поэтому мы будем контактировать. И нет смысла в том, чтобы мы ехали на машине. Еще он не хочет там ходить в ресторан, поэтому мы везем всю еду с собой, газовые плиты, мангал и так далее. Когда мы ездили на машине, мы, когда ехали туда, ночевали в Волгограде, а на обратном пути ночевали в Волгограде и в Воронеже. Сейчас мы едем без остановок. Нам ехать где-то 17 часов или 18. Сначала за рулем будет мама всю ночь, и я буду сидеть рядом с ней. А потом мама будет спать сзади, я буду спать спереди, сидя. И папа поведет уже днем, утром, то есть. Вот. А сейчас будет спать папа, и мы будем не спать с папой, с мамой и Боней будет спать на мне всю дорогу, я думаю. Если нам будет очень тяжело ехать, то на обратном пути мы все-таки переночуем или в Воронеже, или в Волгограде. В Воронеже нам нравится Петровский пассаж, а в Волгограде я нашла только Рэдисон, нормальный отель, где пускают собаками. Но они нахамили папе в прошлый раз. За собаку взяли 1000 рублей за ночь, и проверяли после нас номер, в общем, как непонятно где. Поэтому папа Брэдисон больше точно не поедет, она мне писала ужасный отзыв. Поэтому, видимо, ночевать будем в Воронеже. И еще, что касается эпидемии, поэтому я решила ехать в Астрахань на базу. Мы там всегда, в общем-то, туда только ездим, на эту базу. Она нормальная, и там мало людей, поэтому меньше риск заболеть. Время почти полодиннадцатого. Где-нибудь, я не знаю, наверное, выйдем мы только в одиннадцать, потому что у нас слишком много вещей из-за еды. У нас 5 огромных сумок с едой только. А еще там для рыбалки у папы полно всего, у меня огромный чемодан, у Бони сумка, и еще переноска, но я не знаю, влезет у нас переноска или нет. В принципе, она складывается, но я не уверена, нужна ли она нам вообще. Мы уже приехали в Волгоград. Папа тут нашел заправку одну, Лукойл, прочитал, что это лучшее в городе. Она при офисе Лукойла, но нам, как всегда, повезло, и ее заправляют бензином сейчас, поэтому мы не можем в нее попасть. Как только мы выехали из дома, заехали в Москве еще на заправку, и там я, как всегда, я не знаю уже сколько раз, я роняла свои несчастные телефоны, выходя из машины. То есть он на мне лежал, потом на мне лежала Бонина лежанка, Боня, рюкзак, в общем, куча всего. Я встала, у меня телефон с таким грохотом выпал, и я так надеялась, что у меня разбилось только защитное стекло, а не сам телефон, потому что уже такое было, что разбился сам экран, а не только защитное стекло. То есть оно и защитное стекло, и экран сам, дисплей. И мне пришлось менять. Я за это отдала 35 тысяч за ремонт. Я хотела бы в официальном магазине менять. Больше я не готова на такие траты. Я даже не догадалась спросить родителей, готовы ли они мне оплатить, потому что я была в таком шоке. У меня три дня телефон лежал просто на столе, пока я решала, куда отдать в ремонт. Зато я взяла экспресс-ремонт, и мне сделали прямо в тот же день. Короче, мы зашли в Ашан, потому что я сказала, что мне срочно надо поменять стекло. И тут так круто, такое же стекло, как мне лепят у нас в торговом центре рядом с домом, только мне его клеят за 2 500, а тут 300 с чем-то рублей стекло плюс его наклеивание. Еще мы взяли второе стекло с собой, купили, и чехол мне купили. И у нас это все получилось на 1600, то есть гораздо дешевле, чем мы бы просто стекло прилепили у нас. И так как нам все равно надо было ждать, мы зашли в сам магазин, Боня сидела с папой в машине, нам надо было купить хлеб, соки там, вон я еще кепку купила какую-то дурацкую, потому что я забыла дома свою. Я вообще не люблю носить летом головные уборы, но папа будет орать, а мама себе так и не купила. Она тоже забыла дома кепку. И мы вернулись на заправке, все еще бензин заливают, поэтому родители пошли опять в Ашан допокупать чего-то из продуктов, а мы с Бонькой теперь сидим в машине. Кстати, мы уже переместились назад, потому что за рулем теперь папа, а маму сзади укачивает. Поэтому она, я не знаю, спала она впереди или нет, она точно спала 10 минут, а так, мне кажется, она не спала. У нас тут все просто завалено вещами, багажник весь под завязку из-за того, что мы везем кучу продуктов с собой и так далее. Мы приехали даже раньше наших друзей, которые летят на самолете, но они уже прилетели, еще не приехали сюда. Это собачка и у нее три щенка. Это минимальная часть наших вещей. Все это с ними так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!